Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я буду делать второй шаблон для школьника. Первый мы делали девочку для начальной школы. Вот такой вы можете посмотреть видео. А сегодня мы будем делать второй шаблон. Тоже уже буду использовать наш готовый шаблончик, который можно скачать у нас на сайте. Ссылочки я оставлю под видео. Я буду докрашивать тело и дорисовывать лицо. В чем отличие шаблонов, когда они у нас цветные и черно-белые? Мы предлагаем именно черно-белые шаблоны, пунктирные, специально. Потому что эти шаблоны можно распечатать, на них можно рисовать руками. Вы легко перекроете их акварелью, карандашами, маркерами, фломастерами, любыми материалами, которыми вы работаете. А вот если он у вас будет вот такой цветной, то это уже работает исключительно в программе. Потому что сверху вы его уже никакими красками, ничем не перекроете. И это будет достаточно проблематично. Я нарисовала ручкой, соответственно, лицо. Сфотографировала его, как видите, качество фотографии оставляет желать лучшего. Но мне нужно просто, чтобы у меня была основа, поэтому я не стала сильно по этому поводу перепариваться. Так, сейчас мы поставим лицо. Это у нас уже будет школьник. Сейчас мы его подгоним по формату. Немножечко, видите, у меня лицо получилось более округлое, а на шаблоне более вытянуто. Почему я доверяю шаблонам? Потому что мы эти шаблоны рисовали по реальным детям. И здесь пропорции все-таки соблюдены. Так, я подложила шаблон. Под шаблон мой рисуночек более-менее состыковала размер головы. Видите, вот он состыковался. У меня здесь непропорционально нарисованное лицо. Оно нарисовано достаточно мультяшно. В общем-то, к оригиналу я не стремилась, потому что оно было нарисовано живо. Сейчас нарисую один глаз, потом его раззеркалю. Строчок только поправлю, носит, нарисую линеарно. И нарисую губы. Глаз, соответственно, выбираю один, поскольку у меня это мальчик. Для девчонок я, как правило, больше прорабатываю зону, где у нас реснички, ресничную область. А для мальчиков просто мы на контуре работаем. Ну, это мое такое предпочтение. В принципе, у мальчишек тоже можно ресничную зону прорабатывать. Ну, просто так получается лучше отличие. Вот сейчас перышком я поправлю все контуры. 0,25. Так, это у нас получается зрачок. Точнее, радужка. И к радужке еще у нас будет зрачок и блик. Вот так. Так, теперь беру обработку контуров. Вот эти две штучки мы сейчас разъединим. Одна, вторая. И вот у нас, как видите, достаточно большое рисую радужку. Обычно в обычной жизни у людей, конечно, она не такая большая. Но при стилизации это можно делать. Вот, смотрите, вот она ресничная зона. Сейчас немножко ее еще поправлю по кривизне. И это вот зона складочки на глазу. Ну, как раз они совпадут. Только для стилизации. Если мы рисуем с вами анатомично, реалистично, то там, конечно, все будет по-другому. А здесь нам это очень даже подойдет. Теперь бровка. Бровка здесь будет достаточно оригинальная. У мужчин брови рисуются немножко по-другому, чем у женщин. И, ну, по крайней мере, то, что я заметила, такая более грубоватая форма лучше смотрится. Я думаю, что с мальчиком мы не будем делать исключения. Тоже сейчас мы такую вот стилизованную бровочку ему сделаем. Вот. То есть такая как будто грубым штришком она сделана. То есть это что-то между более-менее реальным изображением и каким-то вот стилизованным таким штучкой. Так. Носик. И сейчас нарисуем губы. Видите, я там в основе у меня там кружочки нарисованы. Что я стараюсь делать у деток? У деток я стараюсь уголки губ, либо чтобы смотрели ровно, либо чтобы уходили чуть-чуть наверх. Лучше чуть-чуть наверх, вот именно сам уголочек. Таким образом губа получается как будто бы улыбающаяся. Если вы уголки губ опустите вниз, то будет печальный вид, как будто уголочки внизу. Вот. Поэтому размер верхней и нижней губы бывает разный, точно так же, как и вот эта вот вся кривизна. То есть бывает верхняя губа почти ровная. Ну, на людей посмотрите, можно прям забить фотографию губ. А вообще, когда вот художников тренируют, да, там рисуют, например, отдельно губы. Ты там едешь в метро, например, и смотришь, какие у всех там носы, какие губы, прям акцентируешься на этом. Губки бывают очень разные, а у деток, у взрослых они тоже немножко по-разному смотрятся. Ну, это совершенно нормальная история. Смотрите, я зрачок не выделила, точнее, зрачок выделила, блик не выделила. Нам нужно, чтобы блики были с одной стороны, потому что если мы поставим блик сейчас вот сюда, то будет мальчик, как будто глаза косят немножко, раскосый такой. А когда бы вы блик в одну сторону, тогда получается, что свет с одной стороны светит, бликует, и вот оно так все себя прекрасно чувствует. Так, теперь волосики. Здесь волосики будут достаточно плоскостные, что я имею в виду. Не буду никаких переливов на них делать, можно легкий градиент дать при закрашивании, а по факту просто вот на легкий пробор. И сейчас вот эти вот вихры немножко подрисуем. И все. То есть такая мальчишечья прическа с вихрами. Поносился где-то, и вот вихры получились. Вот. Так. Ну, в общем-то, основу мы и сделали. Можно теперь, смотрите, убрать. Что я теперь сделаю? Я теперь вот у этих двух линий. Сейчас мы разгруппируем. Уберу пунктир. Вот. Закрасим цвет кожи базовый. Можно оставлять цвет контура, можно не оставлять. Я обычно для чаткости все-таки оставляю, пунктир оставляю. То есть, ну, для иллюстратора это вполне удобная история. Вот. Так. Теперь мы рисуем с вами. Сделаем светлого мальчика. Блондина. Нам нужны пепельные такие волосики. Соответственно, здесь будут у нас чуть темнее. Закинем сюда цвет. Вот. И здесь чуть светлее часть будет. Можно вот на эти волосы очень красиво добавить градиент. Например, выбираем, что у нас градиентная заливка. Вот. В основу берем наш базовый цвет и туда подбавить вот более такой коричневатый. Сейчас. Черный уберем. Вот. Можно цвет немножко откорректировать. Более такой холодный оттенок. Так. Вот. Чуть-чуть вот так вот по серо. Сероватый такой. И, соответственно, можно сделать распределение градиента, как оно будет идти. То есть, не обязательно же прям вот посмотреть, как у вас вот оно лучше ложится. Здесь градиент. И на второй части тоже можно градиентную заливочку. Не забываем, что градиент полностью настраиваемый инструмент. К нему только надо приноровиться. И дает такие очень мягкие, приятные переходы. Можно единственное добавить линию, чтобы она была разнообразной. Вот так вот. То есть, ну, прическа, основной контур. Вот она вот так вот у нас идет. Вот. Или, например, вот так. Вот. Так. Теперь рисуем бровки. Бровки можно тоже оставить градиентными. Только я бы убрала с них цвет контура. То есть, нам брови нужны, но они не должны прям вот выходить на первый план. И чтобы они были помягче, можно чуть-чуть непрозрачности. Вообще, вот это для бровей очень хороший лайфхак, когда вы рисуете бровь, чтобы она не была прям вот как у Фриды. Да, то есть, такая большая монобровь. Или, чтобы она очень ярко не смотрелась. Очень здорово, когда вы чуть-чуть прозрачность добавляете. Он тогда смешивается с бежевым оттенком. Получается очень мягкий такой вариант. Так. Как я уже говорила в прошлом ролике, белки глаз лучше не рисовать кипельно-белыми. Их лучше сделать все-таки беловатыми, но не кипельными. Тогда будет намного мягче шаблон смотреться. Это ваше право. Вы можете их нарисовать цветом, но лучше не стоит. Вот эту часть тоже такую вот немножко потемнее. И можно вот ее тоже прозрачностью примешать сюда. Вот. Так. Теперь что у нас с вами? У нас остаются зрачки. Это выбрала. Один зрачок. Ну, например, глаза у нас серые, да? Или могут быть серо-зеленые. Можно глаза усложнить. Глаза вообще... Это отдельная история. Их можно очень красиво рисовать. Но нужно понимать, насколько вы вот в данном конкретном случае хотите заниматься детализацией, насколько она вам нужна. нужна. И уже когда определитесь, тогда можно выбирать. Так. Что-то у меня там ускакало, да, куда-то? Маленький блечок мой. Я иногда рисую блечок кружочком, а иногда прям зрачок такой, как полуподковкой рисую. Ну, в общем, на вкус и цвет. Здесь совершенно это... Носик оставим мы черную линию. Просто сделаем ее фигуристой. Просто, что он тут есть. И губа. Вот здесь очень приятные оттенки. Можно подобрать. И если будет очень ярко, например, то можно точно так же сыграть на прозрачности. И просто цвет тогда будет мягче смотреться. Единственное, вот контур надо убирать. И вот тогда губы. Если вы считаете, что там очень ярко, очень тускло, то это все, естественно, проправляется по месту. Так. Верхнюю губку обычно делают чуть-чуть темнее. Так, какой-то у меня получился немножко темноватый, сероватый оттеночек. Ну, то есть нам нужно, чтобы не... Ну, по крайней мере, то, что я хочу сделать, чтобы не было ощущения, что у него накрашены губы помадой, но естественный природный цвет, да, вот розоватый был. Вот. Получился вот такой товарищ у нас. В принципе, вот можно губки такие, а можно их потянуть и поплоще. Посмотрим. Ну, так тоже очень хорошо. Ну, обычный рот, не вызывающий. Мне очень хочется вот этой штуке дать цвет контура. Сейчас попробуем. Нет, плохо. Значит, вот этой штучку... Сейчас возьмем ножнички. И вот здесь так с одной стороны Ам, и с другой стороны Ам. Потому что верхнюю часть мы не будем делать, а нижнюю мы сделаем контуром. Так. Вот серенький. На 0,25. И вот сюда на глаз поставим. Потому что линия роста ресничек, она такая достаточно яркая. Но поскольку у нас получился блондин, такого русого оттенка, да, то неярко поставить. Вот. Получился у нас шаблончик. Его желательно всего вместе сгруппировать. И уже его можно использовать для эскизов и для работы. То есть это вот у нас шаблон 8-12 лет. Ну, то есть это где-то там 3-4-5-6 класс школы. Вот приблизительная пропорция детей. Просто нужно понимать, что детки растут неравномерно, и кто-то 8 еще не дорастет до этого, а кто-то 8 уже будет так выглядеть. А 12 лет кто-то уже будет формироваться во взрослую фигуру, кто-то еще останется в детской. То есть тут это совершенно по-разному. Ну, вот эти шаблоны уже можно использовать. Сделали авторский. Не забудьте сохраниться.